Добрый день, дамы и господа. Журналистские расследования иногда могут дать весьма любопытные результаты, даже когда речь идет о простых и абсолютно легальных вещах. Наши коллеги отправили 17-летнюю актрису в несколько магазинов, где ей было поручено купить таблетки для похудания. Начнем с того, что их можно купить без особых проблем, хоть по интернету, хоть в каких-нибудь аптеках. И никто бы не стал огород городить, если бы три сети магазинов, Бутс, Супердраг и Холланд и Баррц, не имели бы своих собственных ограничений, которые прописаны в их внутренних правилах. Они, во избежание несчастных случаев, решили не продавать такие препараты молодым людям до 18 лет. Актриса честно отправилась выполнять свою миссию. В результате она посетила 18 магазинов, в 17 из которых таблетки ей продали без каких бы то ни было вопросов или требований предъявить удостоверение личности. И хотя, повторюсь, эти таблетки в список рецептурных препаратов не входят, на их упаковках имеется предупреждение, что, мол, их не следует употреблять до достижения определенного возраста. Психологи даже говорят, что не иметь какие бы то ни было ограничения лучше, чем иметь, но их не выполнять. Объясняется это довольно просто. Если родители считают, что такие препараты их детям все равно не продадут, они потеряют бдительность и юные поклонники худобы могут в юношеском раже повредить своему здоровью. Разумеется, все три сети уже успели извиниться, сказать, что, мол, еще раз скажут своим сотрудникам проверять возраст покупающих таблетки, и какое-то время, наверное, их будет сложно купить без предъявления удостоверения личности. Но потом велик шанс, что все вернется на круги своя. Взять, к примеру, сеть магазинов Бутс. Они продают лекарства и рецептурные, и те, которые можно купить без рецепта. Предметы личной гигиены, витамины, косметику, ну и так далее. И вот я регулярно пользуюсь тремя, которые находятся более или менее на моем пути с работой. В одном из них молодой человек, отвечающий за лекарства без рецепта, всегда с маниакальным упорством повторяет одни и те же вопросы. А это лекарство для вас? А вы его раньше принимали? А давление у вас нормальное? А нет ли у вас астмы? И теперь, когда я вижу его за прилавком, то, не дожидаясь вопросов, выпаливаю всю информацию чохом, чтобы не тратить время. Он также регулярно извиняется, говорит, что прекрасно меня знает, но политика фирмы требует от него задавать те же самые вопросы, вне зависимости, являюсь ли я постоянным покупателем или же случайно забредшим прохожим. В том же самом магазине и в том же самом отделе работает одна милая молодая женщина, с которой мы ведем недолгие беседы о детях и погоде, и которая никогда мне этих вопросов не задает. Ну ладно, я человек взрослый, теоретически разумный и даже, я так считаю, внушающая определенное доверие. Так что предположить, что я нарушу рекомендации и слопаю всю упаковку целиком сложно. А вот другое дело подростки, которые по определению являются существами с нестабильной психикой, и большинство в какой-то период жизни ведет себя как клинические психопаты. Все прекрасно знают, что молодые люди и девушки страшно зависят от общественного мнения и зачастую относятся к своей внешности слишком критично. Широкое распространение соцсетей усугубило эту проблему, причем в ряде случаев травля по интернету даже приводит к подростковым самоубийствам. Нетрудно предположить, что многие из них пойдут на любые ухищрения, чтобы только стать стройными, красивыми и вписаться в общепринятый стандарт красоты. Между тем, злоупотребление этими препаратами может теоретически привести и к серьезным медицинским проблемам, например, к хроническим поносам и, как следствие, обезвоживанию. Увы, простых рецептов, как справиться с подростковыми психозами, особенно на почве недовольства собственной внешностью, нет. Ну, то есть есть, разумеется, программы психологической помощи, препараты от депрессии и так далее. Но они требуют долгого времени, желания пациента от своей зависимости избавиться и в ряде случаев немалых денег. Так что пусть хотя бы магазины начнут, ну, по крайней мере, следовать своей собственной внутренней политике. А вот хоть кому-то это да поможет. Это все на сегодня. Другие новости вы можете найти на нашем сайте bbcrussian.com, где мы также публикуем нашу ежедневную сводку теленовостей. До свидания.